Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова для библейского портала экзегет.ру. Апостол пишет «Старец, избранные госпожи и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». В этом кратком обращении, которое является, наверное, официальной частью письма, как документа, мы слышим четыре раза употребление слова «истина», и мы понимаем, что это не случайно, что это не некоторая тавтология, не какая-то ошибка языка, что Иоанн Богослов специально и сознательно пишет, употребляет это слово. Я думаю, что речь здесь идет о том, что для него самого, как евангелиста, и вообще для христиан очень важно, что в самом их мировоззрении, в самом нашем мировоззрении, мы делаем акцент на истину, на истинность нашего откровения, на истинность того откровения, которое нам дано, и на истинность пути. То есть христианин не считает, что его путь — это один из возможных путей, и все остальные пути также одинаково хороши. Поэтому евангелист пишет, «я люблю их поистине, и не только я, но и все познавшие истину». И вот это «я люблю их поистине» — первое выражение, да? Ну, конечно же, его можно понимать в бытовом таком смысле, то есть «я их действительно люблю, я люблю их поистине». Но учитывая, что он тут же говорит о людях, познавших истину, и более того, он говорит, что он и пишет ради истины, то речь здесь идет, конечно, когда он говорит «я люблю их поистине», речь идет не только о том, что я люблю их на самом деле, да, речь идет о том, что любовь в истинном понимании с истинными основаниями, то есть это истинная любовь, та, которая должна быть. Я люблю их поистине, то есть я их люблю подлинной, настоящей любовью, той, которая должна быть, которая ожидается от христиан, как учеников Христа. И поэтому он и пишет «ради истины, которая пребывает в нас», то есть не только ради познания, то есть здесь истина употребляется не в таком гносиологическом контексте, что речь идет об истине, как о знании чего-то, речь идет о духовном состоянии. Неслучайно в 14 главе Евангелия Таиана Христос говорит о духе истины, которого мир не имеет, но которого имеют ученики, которого получили ученики. Так вот, этот дух истины, это, естественно, и дух святой, который пребывает в учениках, но это и их состояние духа, которое истинно. И оно как раз и предполагает, что они умеют, или, по крайней мере, находятся в некотором постоянном пути и становлении в процессе обретения этой истинной любви. То есть этот процесс никогда не может быть закончен. Нельзя сказать «вот все, я научился». «Любите, теперь моя любовь совершенно». Человек все время учится любить и все время растет. И не случайно Иоанн Богослов и заканчивает этот такой фрагмент приветственный словами об истине и любви. Он говорит «да будет с вами благодать, как сила Божия, да будет с вами милость, милость Бога и мир от Бога». Мир, конечно же, как благодатное состояние. И дальше он говорит, что все это, вы должны пребывать в истине и любви. То есть в истинном, в правильном, в Богом задуманном состоянии духа, то есть в том, к чему нас Господь, ради чего Он нас сотворил и к чему Христос нас ведет, что нам может дать Его жертва. И любви. Потому что вот это слово «истина» и его без любви можно понять иначе, неправильно. Можно понять, как, ну действительно, некоторое такое познавательное какое-то, что эта истина имеет только познавательный характер. Да, но здесь эта истина, она имеет характер нравственный, имеет характер духовный, имеет характер добродетели, деятельный добродетели. Далее он пишет, «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь Отца. И ныне прошу тебя, Госпожа, не как новую заповедь, предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Он радуется тому, что дети, ну либо это действительно дети конкретной женщины, либо, как некоторые древние экзигеты считали, что речь идет о церкви, тогда это члены общины, это христиане. То есть, вполне вероятно, и то, и другое. Одни экзигеты утверждали, что Иоанн Богослов обращается к конкретной женщине, другие говорили, что он обращается к церкви, или к церковной общине конкретной, но так или иначе, какие-то конкретные совершенно христиане, да, они ходят в истине и живут по заповеди Отца. И вот он говорит, что «Еще раз напоминаю тебе ту заповедь, которую мы имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Человек, который прочитает несколько посланий Иоанна Богослова сразу, подумает, что он слишком часто употребляет это слово «любовь» и эти призывы к любви, по крайней мере, мы все время на протяжении всех трех посланий их встречаем. Но дело в том, что Иоанн Богослов просто исходил из практики жизни. Он говорил все это, он призывал, он учил, но для людей настолько трудно действительно по-настоящему любить, переключиться на любовь к ближнему подлинную, жертвенную, не эгоистическую, не эгоистичную, не потребительскую, что эти слова, если тем более он же обращался к разным людям, эти слова, они никогда не бывают сказаны впустую, по крайней мере, не Иоанном Богословом. Далее он пишет, «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». И вот интересно, современный мир воспринимает любовь как чувство. С точки зрения современной антропологии, биологии, любовь как влюбленность, потому что именно эту любовь в первую очередь рассматривают ученые, является некоторым состоянием нашего тела, которое определяется гормонами, нейромедиаторами, разными веществами, и которое практически не зависит от человека. Хорошо, пусть мы с ними не согласимся и решим, что любовь зависит от человека, от конкретных отношений, конкретных поступков. Но дело в том, что апостолы богослов употребляет это слово в совершенно ином, очень широком смысле. Дело в том, что он пишет, «Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Но заповедей очень много, и далеко не все из них, далеко не все из них, видимым образом, связаны с любовью. быть честным, например, платить налоги, не брать взятки, не оскорблять кого-то, или, допустим, быть честным, быть справедливым, милостивым. Ну, то есть, самые разные заповеди, мы даже можем взять 10 заповедей, да, «Почитает Саи Мать» хорошо, это, наверное, связано с любовью, там, «Не блуди», «Не убивай», ну, да, конечно, понятно, да, то же самое можно сказать, там, «Не прелюбодействуй». Ну, в принципе, мы понимаем, что все они каким-то образом связаны с отношениями к людям, но мы не чувствуем, что во всем этом в основе лежит любовь. И вот Иоанн Богослов, он говорит, «Во всех заповедях, в основе всех заповедей лежит любовь». Конечно, если ты, не знаю, боишься закона, да, ты можешь вовремя платить зарплату просто потому, что ты боишься закона, но ты должен это делать, а это заповедь, в Ветхом Завете очень много раз об этом говорится. Так вот, ты должен это делать не потому, что ты боишься закона, а по любви. Ты должен почитать родителей не потому, что ты боишься, что ты не будешь долголетен на земле, да, как по заповеди, а потому, что ты их любишь. Ты не должен блудить, убивать, клеветать, воровать и завидовать не потому, что просто дана заповедь, а по любви. То есть, очень важно, да, что апостол призывает нас через эти слова. Он говорит, да, любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям. Увидеть в каждой заповеди, которую нам Господь обращает, любовь в основе. Это заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Очень интересно. Только что был разговор про любовь, только что был разговор про исполнение заповедей. И тут же он говорит, ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И возникает очень простой вопрос, совершенно резонный, ну, по крайней мере, на первый взгляд. Но каким же образом связана заповедь о любви, о которой сейчас прямо пишет и анбогослов, и утверждение, что в мире много обольстителей, не исповедующих Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он даже называет здесь его антихристом. Он говорит, такой человек есть обольститель и антихрист. Дело в том, что у нас, у людей, которые часто сводят понятие любви к чувствам, нет ощущения, что истинная вера тоже является добродетелью и основой добродетели, и раскол общины, увод христиан от Бога является нарушением любви. То есть он говорит, вы любите друг друга, но есть обольстители, которые вошли в мир, и они, что они делают? Они начинают раскалывать общину, они начинают учить ложному, и ложное учение раскалывает христиан, вводит разделение, разобщение, вводит подозрительность друг к другу. И получается, что ложная вера оказывается частью ложной нравственной установки, ложной нравственной жизни. Поэтому он говорит, если вы призваны любить друг друга, если вы любите друг друга, то будьте внимательны, потому что есть обольстители, которые собираются раскалывать общины, разделять их, вносить разделение. Это гностики. Как раз в первом веке, во втором веке церковь боролась с гностиками, то есть с такими людьми, которые боролись, например, против связи Ветхого и Нового Завета, боролись с идеей реальности воплощения, ну и много с чем еще. И все это приносило разделение. В христианские общины, с которым и боролся в данном случае апостол Иоанн Богослов. Итак, он пишет дальше. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной. Аминь. Иоанн Богослов завершает свое послание вот таким обращением. Он говорит, наблюдайте за собой, будьте внимательны, потому что если вы исказите учение Христово, то вы не будете иметь общение с Богом и не будете иметь общение с Отцом и Сыном. И опять же, почему он это говорит? Потому что для него совершенно очевидно, только правильная вера может стать основой правильной жизни. Почему это так? Ну, например, если мы верим в Бога Троицу, если мы верим в то, что сотворены по Его образу, это значит, что мы дальше делаем из этого вывод. Раз в Боге есть три лица, которые пребывают в общении любви, то и мы, люди, сотворенные по Его образу, призваны к общению в любви. Если Христос воплотился и имел, обладал человеческой волей и принимал человеческие решения, действовал по человечеству, несмотря на то, что действовал Бог, но по своему человечеству, мы понимаем, что Его свободная воля, наличие у Него свободной человеческой воли, означает, что и мы, преображая свою волю в таинстве крещения, в христианской жизни, тоже можем к этому идти. то есть очень многие догматические утверждения непосредственно связаны с тем, как мы должны нравственно жить. И поэтому, понимая, что люди, которые приносят ложные учения, приносят и нравственную деградацию, именно поэтому он пишет, не приветствуйте такого человека, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Кажется, что это какое-то странное утверждение, странное заповедь не приветствовать, ведь от того, как ты поприветствуешь человека, может быть, он заинтересуется твоей верой, может быть, он поверит тебе, может быть, он увидит в тебе истину, но дело в том, что здесь слово приветствовать не означает просто по-доброму встретить, речь идет о некотором принятии в общину и с возможностью дальнейшего диалога, а с людьми, которые не верят в божество Христа и в реальность его воплощения, богословского диалога быть не может. Завершая свое послание, апостол М. Богослов говорит, что не хочет писать много, но хочет прийти и говорить устами к устам. Когда он это пишет, он, конечно, имеет в виду совсем простые бытовые вещи и даже не подозревает, насколько актуально это будет в конце 20-го, в начале 21-го века, когда все общение или по крайней мере большая его часть сведена к мессенджерам, к перепискам, когда люди сегодня буквально избегают личного общения, все оставляют только на переписку, пусть даже и голосовые сообщения, но избегают личного контакта. Так вот, Иоанн Богослов здесь оказывается совершенно прав, потому что он знает, что истинная любовь, подлинная любовь развивается, приумножается, укореняется в нашем сердце благодаря личному общению. Не случайно даже подвижники нередко уходили в пустыню подвое, или даже если они жили где-то в каком-то отдалении друг от друга, все равно встречались, ведь именно личное общение предполагает, что мы можем жертвенно относиться друг к другу, снисходить, терпеть. Конечно, все это возможно и в переписке, но никогда переписка не заменит личной встречи, встречи лицом к лицу. Всего доброго. Продолжение следует...